Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать на своем сайте www.mirchurch.colanova.ru, а также на своем канале на YouTube. Я продолжаю свои уроки о программе «Крой стечь в просвещенной платине». Вот я открыла уже программу с двумя большими схемками. Как вы помните, в прошлом своем уроке я рассказывала о работе с областью и говорила, что я продолжу рассказывать о том, что можно делать с областью в следующем уроке. Давайте кликнем по меню «Область» и посмотрим, на чем мы закончили. Закончили мы заливку. Следующая у нас опция «Преобразовать в объект». Давайте я вам расскажу, что же такое в программе «Крой стечь в просвещенной платине» объект. Итак, для начала давайте сделаем выделение необходимо. Мы воспользуемся опцией «Преобразовать в объект». Как только мы кликаем на эту опцию, у нас появится такая вот бликающая линия. Что же за зверь такой объект на грани «Крой стечка в просвещенной платине»? Это часть схемы, которая может также передвигаться свободно по всему пространству канвы, причем при передвижении кишки, которые находятся под этой передвигающейся суммой, не портятся, то есть не изменяются. Каким образом можно выделенный объект, в данном случае вот эту семечку, передвигать по схеме? Вот здесь вот есть такая панель инструментов «Рука» – «Выбрать объект». И вот у нас это в качестве объекта мы двигаем по нашей схеме. И как мы видим, когда мы двигаем по второй птичке, то у нас она совершенно не изменяется. То есть все части схемы, которые выделены в объекте, можно передвигать по самой схеме, и с ними можно выполнять необходимые преобразования. То есть если мы кликнем правой кнопкой мыши, то по всплывающему меню можно посмотреть, что можно сделать с этой частью схемы с объектом. То есть повернуть на 90 градусов, отразить по вертикали, по горизонтали, дублировать, восстановить исходный размер, вывести на передний план, на задний план. Наверное, более подробно я расскажу об объекте еще отдельно, когда будем разговаривать о мотивах текстурах, потому что объектами в программе может быть как изображение, так и текст. То есть это передвигающееся такое изображение по всему пространству вышивки. И возвращаясь к предыдущему уроку, я говорила о том, что есть такое меню «Выровнять область». Если тот же самый объект мы хотим уже установить как-то стационарно и преобразовывать его как часть схемы на уже стационарном месте, то мы применяем как раз эту функцию «Выровнять область». Итак, мы заходим в меню и говорим «Выровнять область». И вот если мы сейчас уже в данном ситуации захотим применить функцию передвижения этой части схемы как объекта, то у нас, как мы видим, уже ничего не получается. То есть у нас данная схема уже стационарно установилась именно в этом месте схемы. Я еще раз говорю, что, возможно, более подробно об объектах я еще буду рассказывать. А теперь давайте обратимся к следующему инструменту. Следующий инструмент я буду рассказывать вот на этой схеме, которую вы уже все видели. Эта схема загружается по умолчанию при установке программы. Давайте я сразу выделю эту черепашку. Следующее, что можно сделать, это автобэкстич всех цветов. Что же делает эта функция? Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно выбрать активный цвет. Для наглядности я выбрала желтенький, чтобы было видно, что же делает эта функция. И затем нажимаем автобэкстич всех цветов. Как мы видим, у нас эта функция автоматически обрисовывает все цвета. Следующее, что у нас можно сделать, это автобэкстич контур. Я оставляю тот же цвет активный, желтенький для автобэкстича, чтобы было видно. Кликаю по этой функции, а затем кликать нужно вот так вот по схеме. И как мы видим, в данном случае у нас индекс тич рисуется только возле контур. Следующая у нас функция автобэкстича. Давайте посмотрим, что делает эта функция. Я кликаю на эту функцию, и у нас, как мы видим, все стежки сгладились. То есть в необходимых и нужных местах, по мнению программы, установились 3 четверти стежка. Как вы видите, схема от этого не выиграла. Я просто вам показываю возможности. То есть, возможно, здесь можно просто выделить кое-что и сделать авторизлаживное. Но вот таким образом эта функция работает. Следующее, что у нас здесь есть, это удаление одиночных стежков. Давайте попробуем, посмотрим, что же делает эта функция – удалить одиночные стежки. Как мы видим, автоматически из области удаляются одиночные стежки, не связанные с другими. Как мы помним, есть функция типа ластика в удалении одиночных стежков. Но вот в выделенной области данная функция преобразует нашу схему именно так автоматически. Итак, следующее, о чем мы с вами будем говорить, о том, как можно заменить цвет в области. Давайте для начала введем какой-нибудь новый цвет в палитру. Вот я кликаю по любой, на первые пустые ячейки. Я уже в прошлом уроке показывала, или в позапрошлом, как это делать. И выберем какой-нибудь любой цвет. Вот, допустим, я хочу выбрать вот этот горчичный. И ввожу его в палитру. У нас появился новый цвет. Теперь мне нужно выделить какую-нибудь часть схемы. Я выделяю часть схемы. Затем кликаю по функции «Заменить цвет». Как видите, у нас появляется вот такое вот окошечко желтого цвета, на котором написано «Нажмите на цвет стежка, чтобы изменить». Я хочу изменить желтый стежок. А затем нужно нажать на тот цвет, на который я хочу изменить. И вы видите, что у нас именно в выбранной области цвет изменился один на другой. Хочу подчеркнуть, чтобы не напутали высоко функции, что именно в такой последовательности работает эта функция. Потому что если вы сделаете как-то по-другому, то она у вас просто не будет работать. Итак, что у нас затем идет? Затем у нас есть очень интересная функция, называется «Изменить оттенок». Сейчас мы будем с ней разбираться. Итак, для начала давайте я выделю какую-то часть именно вот этих цветочков и буду изменять там оттенок. Давайте я выделю вот эту часть схемы, где в основном вот такой вот синий цветочек. Затем я захожу в меню «Область» и кликаю на «Изменить оттенок». Как только мы кликаем, у нас появляется вот такое всплывающее окно. Что же мы можем делать с помощью этой функции? С помощью этой функции мы можем, допустим, изменить полностью оттенки голубого цвета на оттенки какого-нибудь другого цвета. Сейчас я вам покажу, как это можно делать. Причем, как вы видите, здесь у нас опять появляется допуск, которым я уже вам рассказывала. И с помощью изменения процента этого допуска можно изменять полностью группу цветов определенного оттенка. Вот давайте я выберу цвет вот для наглядности такой цвет, допустим, фуксий. Затем мне нужно выбрать ту группу оттенков, в которой я буду работать. Я говорила, что буду работать с этим голубим цветочком. Я нажимаю вот на этот цвет. Вот здесь у меня в верхней части появляется этот цвет. И говорю «Ок». И как мы видим, у нас цветовая палитра изменилась соответствующим образом. У нас вот такой вот цветочек стал такой серийный. Если мы, допустим, посмотрим на палитру, вот здесь, посмотрите внизу, то генерация цветов вообще не изменилась. У нас изменились всего лишь оттенки. И чтобы найти соответствие у нас этих новых оттенков в палитрах нити, нужно зайти в палитру и нажать «Подбор цветов». Вот после того, как мы нажали этот «Подбор цветов», у нас появляется, вот как мы видим, здесь внизу посмотрите, у нас появляются новые цвета именно в палитре генсии. И, соответственно, мы можем выбрать соответствующую палитру, как вы понимаете. Вот здесь 3836, 554, 153 и 384. Ну вот, сразу скажу, очень интересная функция. Можете с ней поиграться, попробовать поизменять оттенки. И я думаю, что она одна из функций, которая дает большие возможности преобразования схемы. Следующие уже не такие сложные преобразования – это изменить тип стежка. Давайте. Итак, выделяем область. И давайте посмотрим, как же можно здесь изменить тип стежка. Кликаем на эту функцию. У нас появляется такое всплывающее окно. И, как вы понимаете, здесь можно один тип стежка изменить на другой. Что здесь у нас есть? У нас здесь есть крест. Давайте мы крест заменим просто на полукрест в правую сторону. Говорим «Окей». Как видите, у нас вся схема теперь уже отображается полукрестом. В общем, такая довольно простая и понятная функция. Я надеюсь, вы ее поняли. Следующее, что у нас здесь есть, это открыть фигуру и инсолить фигуру. Давайте я это буду показывать на пустой схеме. Выделю какую-нибудь область. И давайте я пробую открыть фигуру. Что такое открыть фигуру? Допустим, я кликаю на «Открыть круг». Как вы видите, у нас рисуется круг, либо овал, вписанный в данную область. Причем цвет стежков, как вы видите, это проактивный цвет в палитре. И что же у нас там есть? Следующее, давайте я выберу рядышком область. Следующее у нас есть, это «Залить фигуру». То есть здесь уже будет заливаться сплошная фигура. Давайте мы зальем, допустим, скругленный прямоугольник. Вот я кликаю на эту функцию. Как вы видите, у нас область заливается сплошным скругленным прямоугольником. Я надеюсь, вы поняли, чем отличается «Открыть фигуру» функция от функции «Залить фигуру». Чтобы рассказать о следующей функции, возвращаясь к нашим цветочкам преобразованным, в следующую у нас функция «Буферы обмена как изображение». Тоже очень понятная функция. Сначала выделяем нашу схему и кликаем по функции «Буфер обмена как изображение». Теперь наша схема как изображение хранится в «Буфере обмена». Ее можно открыть в любой графической программе. Вот я открыла великий и могучий фотошоп. Просто захожу в меню редакции, вставлю функцию «Вставки». Вы видите, что у нас наша схема как изображение открылась в графической программе. В данном случае фотошоп. Можно в «Пенте» открыть или еще в любом графической программе, в которой вы пользуетесь обычно. Ну и последнее, о чем нам осталось здесь поговорить, это переместить. Выделим область центра конвей и центр схемы. Давайте посмотрим, что же эта функция у нас делает. Для начала мы выделим какую-нибудь часть в данной вот этой схемке и переместим центр конвей. Видите, у нас она таким вот образом переместилась. Это я вам показываю то, что может делать программа. Где и зачем это применить, это уже вы смотрите по обстоятельствам. Итак, что значит «Переместить в центр схемы»? Давайте посмотрим. Вот я выделю какую-нибудь часть и кликаю по «Переместить в центр схемы». Вот у нас, видите, здесь вот часть схемы переместилась в центр. Сейчас я вам конкретно где-то можно применить не могу сказать. Но это, пожалуй, все, что я вам хотела рассказать о возможных преобразованиях в области. Будут вопросы – спрашивайте. Всего доброго, до новых встреч и ровненьких вам крестиков.